Время новостей на телеканале ЖТСУ. Здравствуйте! В студии для вас работает Ануар Амангельдинов, сурдоперевод обеспечивает Марат Джумабеков. Сегодня в выпуске. Мэйден Казахстан. Отечественные ученые рассказали, когда будет готова казахстанская вакцина. А тем временем главный врач страны Алексей Цой ознакомился с ходом прививочной кампании в регионе. А он растет. В скором времени в коттеджном городке Талдукургана вновь отметят масштабное новоселье. В Алматинском областном филиале партии «Нур-Отан» утвердили новых председателей и членов общественных советов. Всего групп 12. Голосование состоялось во время заседания Бюро полицовета партии под председательством Акима Алматинской области. Нынешнее формирование общественного совета значительно отличается от предыдущих. Дело в том, что в составы входят 30% женщин и 20% молодых людей. Цель функционирования общественного совета – это реализация предвыборной программы партии и надзор за осуществлением всех поставленных задач и целей. Также в ходе заседания партийцы утвердили планы работ по другим направлениям. На сегодняшнем заседании Бюро политического совета областного филиала утвердили график проведения конференции, отчетно выбранных конференций районных городских филиалов и отчетно выбранных собраний первичных партийных организаций по всей области. У нас 316 первичных партийных организаций. На сегодняшнем заседании Бюро политического совета областного филиала утвердили графики проведения конференции. Областную конференцию созываем 13 мая текущего года. Министр здравоохранения Алексей Цой посетил Алматинскую область с рабочим визитом. Главный врач страны ознакомился с организацией работы по борьбе с коронавирусом и ходом прививочной кампании в регионе. Подробности в сюжете. Визит министра здравоохранения начался с посещения врачебной амбулатории Бельбулакского сельского округа, где он ознакомился с ходом прививочной кампании. Благодаря бесперебойной поставке вакцины «Спутник Ви» в скором времени здесь свыше 4600 жителей получат вакцину. Наряду с этим на базе врачебной амбулатории действует и мобильная бригада. При выезде к пациентам с подозрением на коронавирус медгруппа также берет ПЦР-тест. Стоит отметить, в Алматинской области планируется привить более 1 миллиона человек. В настоящее время вакцинировано около 60 тысяч граждан. «Мы уже отмечаем, что наше население имеет больше доверия к вакцинам. Вакцинация набирает обороты. За вчерашний день порядка 70 тысяч граждан привилось только в один день. На сегодня уже больше 500 тысяч человек или полмиллиона граждан уже охвачена вакцинацией. Эти темпы наращиваются. Всё зависит от поставки вакцин. Они чётко определены. Есть конкретные графики, по которым в каждый регион Казахстана приходят вакцины». На сегодняшний день в Алматинской области действует 17 передвижных медицинских комплексов. С недавнего времени врачи мобильных поликлиник на колёсах также стали проводить вакцинацию населения. «Сегодня я получил вакцину от коронавируса. Мне не пришлось ехать в больницу. Всё прошло в мобильном комплексе. Это очень удобно для населения». Алматинская область в числе девяти других регионов находится в красной зоне. Рост случаев наблюдается в районах с высокой плотностью населения. Поэтому подготовленность в медучреждении находится на особом контроле министра здравоохранения страны Алексея Цоя. На сегодняшний день в Инбикши-Казахском районе открыт дополнительный пункт вакцинации для жителей дачных массивов. Прививку от коронавируса уже получили порядка 8 тысяч жителей района. В скором времени искусственное повышение иммунитета будет проведено ещё для 30 тысяч граждан. «Мы сегодня посетили Алматинскую область и на селе, что доступность медицинской помощи хорошая. То, что кабинеты вакцинации есть, есть переносные морозильные камеры, которые поддерживают нужную температуру. То есть врачи обучены. Это оснащение, как мы видим, в области на высоком уровне. И сейчас есть запас прочности, самое главное. И по коечным местам, и по оборудованию, и медицинские работники научились правильно лечить. В целом область справляется с работой». Субъединичная вакцина против коронавируса КАЗВАК, изобретённая казахстанскими учёными, достигла стадии клинических испытаний. А это значит, что вакцина готова на 50%. Об этом сообщили учёные на брифинге в СЦК. Более подробнее смотрите в сюжете. Когда начнут ставить новую прививку, казахстанцам пока неизвестно. Отечественная вакцина проходит третью фазу проверки. Испытания проходят 3000 добровольцев. Половина из них уже получила свою дозу. Теперь они находятся под наблюдением. Результаты обнародуют позже, говорят специалисты. «По результатам первой и второй фаз клинических исследований мы определили оценку эффективности вакцины по следующим индикаторам. Это вирус-специфические антитела и вирус-нейтрализующие антитела. Данные антитела распознают коронавирус, обезвреживают и сохраняют информацию об данной инфекции на случай новой встречи с инфекцией. В то время как в группе привитой вакцины КАЗ-КОВИДИН титр антител возрастал, эти данные свидетельствуют о высокой иммуностимулирующей активности инактивированной вакцины КАЗ-КОВИДИН против коронавирусной инфекции, что может обеспечить надёжную защиту от заболеваний прибитых людей». Для сотрудников научно-исследовательского института создаются все необходимые условия. Для комфортной среды и мобильности учёных-специалистов неподалёку возводят несколько жилых домов. «Возле института строятся сейчас три дома для сотрудников НИИПБ, общим объёмом 180 квартир. Из республиканского бюджета буквально на днях выделены 293 миллиона тенгена приобретения бытовой техники, мебели и прочего оборудования в этих 180 квартирах. То есть, когда наши учёные и сотрудники института заедут в эти квартиры, они будут обеспечены полностью всем необходимым для комфортной жизни». На изобретение препарата против опасного вируса из республиканского бюджета выделено 2,5 миллиарда тенге. Сегодня учёные трудятся над разработкой сразу пяти видов вакцин. Казбак – один из них. Помимо этого, в процессе работы также изготовление прививок для животных против коронавируса. Пана Усимбекова Азиза Газецказа. Телеканал ЖТСУ Нурсултан. Продлить жизнь онкобольным возможно. Для этого применяются самые современные методы лечения. Одна из них – химиоэмболизация. Её сейчас осваивают врачи Алматинской областной онкологической больницы. На её базе проводится мастер-класс по проведению химиотерапевтической процедуры на печень при поддержке Казахского института радиологии и онкологии совместно с управлением здравоохранения области. Операцию проводит известный в Казахстане врач-онколог из Шымкента. Давранбек Арбжанов. На операционном столе Азиза Ирдуалей с неоперабельной опухолью печени. Страшный диагноз женщине поставлен не так давно. Рост образования можно приостановить только методом химиоэмболизации, при которой препарат вводится точечно и химиотерапевтический эффект оказывается локально. По словам врачей, это намного эффективнее, чем при системном методе, когда влияние оказывается на весь организм. Поэтому пациентка за таким лечением в начале года ездила в Шымкент. Теперь химиоэмболизацию получает уже у себя в Талдыкургане. «Первый раз у меня была химиоэмболизация в Чимкенте. Было очень удачно. Опухоль уменьшился. Я себя хорошо чувствовала. Анализы были все хорошие. Второй раз он к нам приехал, в Талдыкурган, для проведения мастер-класса. Это очень здорово». Операцию проводил Давранбек Арбжанов. По его словам, благодаря этой методике на сегодняшний день смертность от рака печени значительно снизилась. Первый его пациент, заболевший в 27 лет после химиоэмболизации, продолжает жить вот уже 16 лет. «Он женился, у него трое детей. И это дало нам вдохновение, чтобы мы и дальше работали над этой методикой внедряли. В последующем нам удалось познакомиться с ведущими специалистами в Европе, Монголии, Азии, в Японии и побывать в этих клиниках, еще доизучить вот эту проблему рака печени. И все это возможные полученные знания внедрить в ежедневную практику. Вот так пришла методика повседневную практику Казахстана. На сегодняшний день вот эти 14-летние результаты внедрения методики показали ее эффективность. Если мы используем химиоэмболизацию, 36% больных живут 36 месяцев, это три года. Это укладывается в рамки мировых данных. На сегодняшний день 29% больных живут 5 и более лет. Это наши первые показатели. Таких результатов можно достичь и в Алматинской области, утверждает врач-онколог. Тем более его ученик Мадьяр Умербаев, который долгое время вместе с ним проводил не одну успешную химиоэмболизацию, сейчас работает в областной онкологической больнице Талдыкургана. Пятерых готовим химиоэмболизации. Двое из них уже ездили в Шымкент. Первое лечение они получали там. Второй курс химиоэмболизации получат здесь. Всё это будем проводить на базе кардиологического центра. А впредь будем работать над улучшением деятельности нашей больницы и будем создавать условия для проведения химиоэмболизации уже на базе нашей больницы. Поэтому специально пригласили Арабжанова Давранбека, который специализируется именно на химиоэмболизации печени. По данным онкологической службы Казахстана, в стране растёт число онкологических заболеваний. Только за один год было диагностировано порядка 35 тысяч новых случаев онкологических заболеваний. Первичные злокачественные опухоли печени занимают шестое место по распространённости и третье место по смертности среди больных раком. На них приходится более 90% первичных раковых опухолей печени. Операбельны из них всего 30%. Остальные 70% пациентов со злокачественными опухолями печени неоперабельны и требуют применения палеоативной противоопухолевой терапии, как химиоэмболизация. Гульназ Мустафан, Нуржан Муканов, телеканал ЖТСУ. Крупный пожар разбушевался 14 апреля в Балхашском районе. По предварительным данным, пострадали рыбные хозяйства, сгорели дома, лодки, погиб скот. Также известно об одном пострадавшем человеке. По информации ведомства, возгорание сухостоя началось ещё 12 апреля. Из-за сильного ветра огонь перенёсся в лесной массив Таукум, образовав новый очаг. Позднее пожар перенёсся в западные части дельты реки на восточную, тем самым став уже третьим участком возгорания. Здесь субъекты рыбного хозяйства отсутствуют. Сегодня утром поступило сообщение о другом пожаре, который возник всё так же на территории Балхашского района. 15 апреля текущего года в 9.45 в Жидилийском сельском округе Балхашского района Алматинской области. Поступило сообщение о том, что возгорание камыша и сухой травы. На данное время на месте пожара работают 5 единицы техники и 18 сотрудников от департамента ЧАЭС из ближайших районов Балхашского и города Хапшага. В данный момент имеются три участка возгорания. На данный момент ведутся тушения. Борьба со степными пожарами требует неимоверных затрат, средств и ресурсов. Распространившийся огонь может уничтожить и сельхозугодие. Так, в прошлом году в Вилийском районе зарегистрирован один такой случай. Крестьянин не предпринял необходимые меры безопасности, вследствие чего понес многомиллионные убытки. Со стартом весенних полевых работ сотрудники местной противопожарной службы проводят беседы с фермерами региона. Радмейстеры напомнили земледелам о важности минерализованной полосы. Своевременно организованные и проведенные мероприятия по устройству позволят нам свести опасность распространения пожара на жилые массивы до минимума, говорят специалисты. Работу профилактическую разъяснили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, в том числе содержание в исправном состоянии техники, искорогасителей, а также немаловажный вопрос это возведение минерализованных полос, ширина которой должна составлять не менее 4 метров. К сожалению, конечно, не все фермерские, крестьянские хозяйства с пониманием относятся к столь важному мероприятию. За последние 20 лет внешний облик города Талдукурган преобразился до неузнаваемости. Ежегодно здесь строились и реконструировались парки, аллеи и набережные. Только на их содержание выделяется более 850 миллионов тенге. Отметим, и в этом году планируется строительство сквера на левом берегу реки Каратал. Протяженность благоустроенной территории составит порядка 6 километров. Передописи Талдукургана занимает набережная реки Каратал. Это новый и современный архитектурный комплекс, который живописно вписался в число главных достопримечательностей областного центра ЖЭЦУ. Здесь на площади в полтора километра предусмотрены скамейки, детские игровые площадки, зона любителей активного отдыха с установкой скейт и ролл-дромов и станическая зона, где расположены навесы, тенты и шатры. Сейчас местные жители уже и не помнят, что пять лет назад уникальную аллею заменяли камни и сухие кустарники. Я сюда приехала с Алматы. Мне очень здесь нравится. Раньше таких парков здесь не было. Сейчас очень красиво. Думаю, молодежам нравится. Сейчас стало хорошо. Вечером есть куда выйти погулять, отдохнуть после работы, внука вывезти, ребятишек тут. Ну, иногда ставят концерты. Ну, раньше здесь еще, речка была и все. Больше ничего не было. А вот это вот сделали специально. Хорошо стало. Один из ярких эпизодов жизни Талдукургана – реконструкция центрального парка. Здесь провели полное благоустройство территории. Декоративные элементы освещения, пешеходные дорожки, выложенные брусчаткой, ландшафтный дизайн и озеленение декоративными породами деревьев и кустарников. Особы шарам придают малые архитектурные формы, а главное – радость детей, карусели и аттракционы. Сейчас наш парк стал очень красивый. Раньше парк был разрушен, но его реконструировали, и мы теперь здесь часто проводим время. Нам здесь очень нравится проводить время. С закрытием областного центра запустил и парк Жастар. Его постоянными обитателями стали маргинальные и откровенно криминальные элементы. Люди обходили его стороной. С возвращением городу статуса административного центра, теперь уже Алматинской области, началась реализация грандиозных проектов. Так, шесть лет назад началось строительство нового парка. Тогда в то, что здесь вырастет настоящий оазис, мало кто верил. Сейчас Жастар является излюбленным местом не только жителей, но и гостей Талдукургана. Ведь здесь проходят все главные праздники и масштабные мероприятия. Это позволяет и площадь парка в полтора гектара, и сцена с трибуны для зрителей на тысячу мест. Раньше, когда я приезжала, вообще проживаю сама в Искамногорске, но такой красоты в Талдукургане не было. А сейчас мы часто как приезжаем, в парк приходим, гуляем. Еще там у них фонтаны, у них есть, скоро откроются фонтаны, вечерами вообще красиво там, музыка играет. Внуки мои там танцуют, катаются. После строительства парка мы здесь всегда гуляем вместе с друзьями. Отмечаем здесь всякие праздники, день рождения, приходим всегда на концерты. Всякие вайнеры участвуют здесь. В общем, нам нравится наш парк, он очень красивый, и мы часто здесь собираемся. По вечерам, притягивая сотни Талдукурганцев и гостей города, цветной фонтан уже стал ярким акцентом парка Жастар. Здесь горожане, затаив дыхание, наблюдают потрясающее зрелище. Струи воды танцуют в такт музыки, а лазерная подсветка каждую секунду меняет тона. И, наконец, изюминка областного центра – площадь Семифонтанов. Уникальную достопримечательность ввели в эксплуатацию три года назад. С тех пор это место в буквальном смысле заиграло новыми красками. Всего на сегодняшний день в городе Талдукурган имеются 14 водных композиций, каждая из которых придает областному центру особый шаром. В целом на балансе города Талдукурган имеется 41 парк и сквер. На их летнее и зимнее содержание выделяется более 850 миллионов цинге. Только в парке Жастар ежегодно высаживают более 70 тысяч цветов. За последние 20 лет было спроектировано и построено парк Победы, отреконструирован. Также в прошлом году начата реконструкция парка ветеранов, парк коммунальный прошел реконструкцию. В будущем планируется строительство от памятника Жалойр до арки с двух сторон, реконструкция скверов. Сквер по улице Назарбаева, от Аханцара до Кольца планируется тоже реконструкция с двух сторон. Будут заменены тротуары, будут новые детские игровые площадки. Без исключения все принимаемые меры и решения, прилагаемые за 20 лет усилия, ответственный подход, опыт и навыки каждого, кто трудился в Житсуском крае, принесли свои плоды, говорит глава Алматинской области Амадык Баталов. По его словам, по сути являясь провинциальным городком, Талдукурган возродился, став одним из динамично развивающихся и комфортных для проживания областных центров. В год 20-летия Талдукургана в статусе областного центра в одном из новых жилых микрорайонов отпразднуют новоселье еще более 200 семей. Вместе с тем в новом жилом массиве начинается строительство объектов социальной инфраструктуры. К услугам жителей коттеджного городка будут новая школа, детский сад, большой торговый центр. Наш корреспондент выяснил, когда объекты будут сданы в эксплуатацию. 18,5 тысяч квадратных метров – это еще 204 дома. Все они будут сданы в этом году, знаменательную для талдукурганцев годовщину 20-летия новой жизни Талдукургана. Судьбоносное решение первого президента страны стало импульсом реализации сотен глобальных проектов, в их числе и коттеджный городок. Согласно плану детальной планировки данного участка, в коттеджном городке планируется строительство 620 коттеджей в 2021 году. Строительство коттеджного городка началось в 2018 году. На сегодняшний день завершено строительство около 370 коттеджей. И каждый дом благоустроен, если вы видите, имеются заборы, брусчатка, асфальт и так далее. Вопрос обеспечения жителей правильным досугом также в приоритете. На строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур и благоустройство нового микрорайона из областного бюджета выделено 2 миллиарда 830 миллионов тенге. На сегодняшний день 1 миллиард 700 оприходовано. Выполнено 50% благоустройства всех домов. Почти закончено, на 90% закончены две аллеи. Это вот большая аллея вдоль трассы и центральная аллея. На аллеях у нас будут за счет госсредств игровые площадки. На большой аллее будет игровая площадка детская, две воркаут-площадки и площадка роллер-дрома. Здесь на центральной аллее будет дополнительно установлено воркаут-турники и также тренажеры уличные. Коттеджный городок украсят не только игровые и спортивные площадки, построенные за счет госсредств. Мы тоже решили сделать жителям нового микрорайона свой подарок. Построили детскую игровую площадку, место для стрит-воркаута, а также футбольные, баскетбольные и волейбольные поля. Всего ушло около 90 миллионов тенге. Надеюсь, наши старания оценят местные жители и с удовольствием будут пользоваться во благо. Появится в коттеджном городке и новая просторная школа на 900 мест. На сегодняшний день уже разрабатывается проектно-сметная документация здания. В планах также строительство нескольких крупных объектов. Школа на 900 мест. Начало строительства будет в этом году. В случае, если мы получим положительное заключение госэкспертизы и будут выделены бюджетные средства, то в этом году мы начнем строительство школы. Садик будет строиться за счет частных инвестиций. Общественные бани и торговые центры будут строиться за счет частных инвестиций. То есть, данные земли принадлежат частным компаниям. По предварительным расчетам специалистов, эти объекты будут возводиться уже в следующем году. Президент США Джо Байден намерен вывести американские войска из Афганистана 11 сентября этого года. В этот день исполняется 20 лет со дня серии террористических атак в США, которые стали причиной американского вторжения в Афганистан. Об этих планах заявил представитель администрации президента США на спецбрифинге, посвященном ситуации в Афганистане. По его словам, анализ этой ситуации убедил Байдена, что при применявшихся до сих пор критериях американские войска могут остаться в Афганистане навсегда. Поэтому было принято решение положить конец 20-летней афганской операции. Вольсваген должен полностью компенсировать расходы покупателям, которые приобрели кредит дизельной автомобиле компании. Речь идет о моделях, где было установлено программное обеспечение, выдававшие неверные сведения об объемах вредных выбросов. Такое решение вынес немецкий суд, который постановил, что Вольсваген должен выплатить 3300 евро, включая проценты по кредиту человеку, который купил один из таких автомобилей. Шесть лет назад регуляторы в США выявили манипуляции компанией. Ее убытки в результате разразившегося тогда скандала уже превысили 32 миллиарда евро. В Японии допустили отмену Олимпиады. Мнение о том, что игры вновь могут не состояться, выразил генеральный секретарь, правящий в Японии либеральной демократической партией. По словам Тасихира Никай, если ситуация по коронавирусу будет ухудшаться, то вариант отмены соревнований возможен. Вместе с этим Никай подчеркнул значимость планируемой Олимпиады для страны, назвав игры огромной возможностью для Японии. Напомним, Олимпиаду в Токио планируют провести в этом году с 23 июля по 8 августа. Это были все новости этого дня. Благодарю за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok